Добрый вечер, ОРТ здесь сейчас. В понедельник президент Путин встретился с генеральным прокурором Устиновым и с журналистами канала НТВ. Я думаю, что совпадение не случайное, это очевидно. Путин пытался успокоить журналистов, а генпрокуратура сделала заявление, что, несмотря ни на что, намерена довести дело Гусинского до суда. Здесь сейчас генеральный прокурор России Владимир Рустинов. Владимир Васильевич, добрый вечер. Вы сегодня сказали, что позиция президента, что встреча с журналистами, я просто цитирую, не повлияет на позицию Путина в отношении расследования дела Гусинского. А в чем эта позиция заключается? Вы ее обсуждали с ним? Нет, эту позицию мы не обсуждали с президентом. Я имел речь о том, что расследование любого уголовного дела связано с выполнением норм процессуального закона. И здесь никто не имеет права вмешиваться в деятельность правоохранительных органов, в частности следователя. И имелось в виду, что любые давления со стороны средств массовой информации на каких бы должностных лиц это не имело значения. Поэтому конечную точку в этом вопросе поставит суд после того, как мы представим необходимые документы в суд. А отношение прокуратуры к этому делу в процессе следствия, которое довольно долго уже идет, оно как-то менялось или нет? Нет, но с самого начала мы решали вопрос об изобличении должностных лиц медиума став в совершении преступления, связанных с хищением путем мошенничества. И ход этого, как вы говорите, довольно долгого дела в связи с тем, что хозяйственные преступления вообще очень тяжело и долго расследуются. Кстати, напомните, а повод, по которому было возбуждено? Повод первоначально мы с этим вопросом столкнулись в связи с тем, что расследовалось уголовное дело, по-моему, 9 канал, питерский канал. И там вот эти все вопросы, связанные с приобретением этого канала, были исследованы. И тогда мы установили, что есть факты нарушения закона. И отсюда пошла вот эта цепочка, которая привела нас в медиумост, который на сегодняшний день в ходе большого количества следственных действий мы в настоящее время предварительным следствием установили, что были получены огромные кредиты, которые связаны с тем, что не совсем добросовестно к этому вопросу отнеслись представители медиумоста, совершили мошенничественные действия, в результате которых получили более миллиарда долларов, которые в дальнейшем были то ли истрачены на потребности непосредственно фирм медиумоста, то ли вывозили за границу, выводили за границу. В частности, я могу вам сейчас привести, сейчас нам уже следствие дало возможности в ходе обыска установить такой факт, что, например, 100 миллионов долларов США были переведены на счет мост ЛТД острова Джерен, где генеральным директором числится господин Гусинский, ВА, 75,5 миллиона долларов на счет компании медиумост ЛТД остров Гибралтар, где генеральным директором числится Гусинский, ВА, около 40 миллионов долларов на счет компании медиумост Нидерланды, где генеральным директором числится Гусинский, ВА. Так что имеются еще и факты, когда очень сложное материальное положение у медиумоста, а тем не менее огромные суммы шли на выдачу кредитов и своим сотрудникам медиумоста, и посторонним лицам. Сам факт получения кредитов не является составом преступления. Да, я хотел как раз спросить. Нас озаботил вопрос, как можно было, находясь в таком сложном материальном положении, по сути дела, вот так вот беспроцентно раздавать деньги и своим сотрудникам, и не своим, при этом поступление в обратном направлении, ведь любая суда – это возвратный фактор. Однако возврата практически нет. Но здесь получилось небольшой, я так считаю, небольшой факт, когда в ходе расследования этого дела был сброс, пиаровский сброс со стороны НТВ, о том, что наконец прокуратура добралась до журналистов. Это для нас факт очень неприятный. Я сегодня как раз проводил встречу с нашими руководителями следственного подразделения, и с службой общественных сношений, со СМИ, в частности, мы обсуждали вопрос, который, я считаю, упрек высказал, и высказал сожаление, что вышло в публичное русло, факты получения кредитов конкретными гражданами, я считаю, в какой-то степени этот факт не должен был выйти. Да, мы имеем право расследовать, как тратились деньги, полученные зачастую, по нашим сведениям, не совсем добросовестным путем, имеется в виду медиумостом. Но в данном случае никаких правонарушений со стороны тех же журналистов, получающих эти кредиты, не было. Это очень важно, что вы сказали, как я хотел. Их публичное обнародование не совсем правильно, поэтому здесь я дал четкие указания не допускать впредь данных фактов. И еще раз скажу, извините, Александр Михайлович, что я так с короговоркой, но хотелось бы в этом коротком протяжении времени все это рассказать. У нас никаких вопросов, связанных с журналистской деятельностью, к журналистам нет и не будет. Вы видите, что никаких допросов с отправлением своей профессии у нас не задавалось и не может задаваться. Поэтому здесь все связано только с одним. Уяснить правильность получения и использования средств медиумостом, ни больше, ни меньше. Арест Павла Бородина в западных средствах массовой информации, да и у нас тоже объявляют своего рода местью за Гусинского. Вы как-то связываете эти дела? Я не могу связывать эти дела вместе, потому что для того, чтобы их связать, надо иметь доказательства этого. То, что в средствах массовой информации приводятся различные версии, они имеют право быть, но фактуры у нас никакой нет, поэтому связывать их никак нельзя. Я бы не стал. Ордер на арест Павла Бородина выдала швейцарская прокуратура, собственно, швейцарский прокурор. Задержали в аэропорту Нью-Йорка. А приходили ли к вам в Генеральную прокуратуру какие-то запросы с тем, чтобы выдать Бородина для ведения следственных действий? Александр Михайлович, я вам вполне официально заявляю, что никаких запросов связано с тем, чтобы необходимость прибытия Бородина в Швейцарию. Никаких запросов, связанных с тем, чтобы провести с ним какие-то следственные действия не было. Больше того, мы неоднократно на встрече с Генеральным прокурором в Швейцарии предлагали прокуратуре кантона Женевы приехать к нам, выполнить все необходимые следственные действия, в том числе и с Бородиным, выполнить все необходимые следствия, связанные с выемками, с осмотрами, с обысками. Ну, конечно, совместно с нашими сотрудниками. Эти все приглашения были любезно приняты, но все три приглашения оказались у нас безрезультатны. Но, тем не менее, вот сейчас мы снова выполнили, завтра будем отправлять отдельное поручение в Швейцарию. И мы вновь, я дал поручение Калмогору, вновь связаться с женевским прокурором и ему объяснить, что если есть необходимость каких-то следственных действий в Москве, мы милости его ждем, просим. Не могу не спросить про ОРТ. Часто при введении следственных действий используются специальные подразделения, люди в масках. На мой взгляд, я не специалист, конечно, не следователь. Эффективность такого воздействия минимальна, но общественный резонанс колоссальный. И мне кажется, в этом смысле прокуратура для массовой аудитории выглядит как такой очень жесткий, репрессивный орган. Люди не будут сотрудничать с вами, если вот так вот будут решаться вопросы. Абсолютно правильный упрек в плане проведения, как их уже народ окрестил, маски-шоу. Абсолютно безосновательный приход в средства массовой информации с масками. И вообще, бряться не оружием, это не стиль работы следователя. Да, бывают моменты, да, бывают эпизоды, когда действительно применение силы обязательно. С целью предотвращения большей беды. Имеется в виду сопротивление, вооруженность, сопротивление. Или добыча доказательств, которые очень хорошо упрятаны и будут скрываться, в том числе и с помощью силы. Для этого нужно применение именно силового аргумента. Но когда месяц назад, по-моему, к вам, чуть больше пришли наши представители, сопроводение автоматчиков в масках, мы сразу тогда поняли, что это какой-то заказной фактор имеет место. И действительно, в какой-то степени мы не опровергаем тот факт необходимости проведения было-следственного действия, которое они проводили, но как он был обставлен, какая была применена сила, она совершенно неадекватна тому, что надо было сделать. То есть были люди, которые специально хотели провести такую акцию? Я с вами соглашусь, что здесь были такие приняты очень жесткие меры. Этих людей уже у нас нет на работе. Хотя, я еще раз говорю, что мы не оспаривали факт необходимости производства именно этого следственного действия. И сейчас я даже специально издал приказ по всей стране, чтобы ни в коем случае не допустить подобный факт. Этот факт, кстати, был нам предметом укора и со стороны президента, и абсолютно правильно был укор нам. И я думаю, что эту ошибку мы исправим. Это абсолютно верно. Видите, какое огромное количество вопросов, как и в рекламном ролике, надо чаще встречаться. Надеюсь, что после встречи президента с журналистами НТВ ситуация там станет менее нервной, что даст возможность спокойно работать и следователям, и журналистам здесь и сейчас. Телекомпания «Вид» по заказу ОРТ.